Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите канал People Life. Меня зовут Алексей Курбин. Благодарю вас за то, что вы с нами. Сейчас со мной на скайп-связи аэровидический терапевт и практика ракула шлематрика Мария Ланг. Мария, приветствую вас! Намасте! Намасте вам! Рад вас видеть исключительно, всегда. Сегодня у нас очень большой и важный разговор. Сегодня мы поговорим об Украине и союзниках. В последнее время подписываются договоры о безопасности с Румынией, с Британией, с Канадой, с большими странами. Владимир Зеленский даже сказал о том, что если бы такие договора были подписаны в 1991 году, войны в Украине не было бы. Сегодня с вами в таком режиме онлайн, здесь и сейчас, с вашим чудесным инструментом, оракулом шлематрика, хотелось бы узнать, кто в будущем будет для Украины другом, кто в будущем будет для Украины врагом. Так сказать, Украина и союзники. Давайте рассмотрим их детально. Я знаю, что стран очень много, вы их назовете, я запишу, и мы по очередности в таком, в Мандале, да, как мы и говорили, в Мандале, рассмотрим, что же ждет нашу страну в ближайшем будущем. Можем приступать. Прошу, расскажите, с чего начнем. Дорогие друзья, сегодня я сделаю необычный расклад в прямом эфире. Этот расклад будет действительно как некая мандала, где в центре будет находиться наша страна, Украина. И вокруг нее мы разместим другие страны, которые в данный момент собираются подписывать договора о безопасности, о военной помощи, о поддержке Украины на 2024 год и вообще, как бы сказать, в многолетней перспективе. Поэтому у нас сейчас будет серьезный детальный прогноз и по Украине, и по странам мира. И давайте тогда к этому приступим. Итак, я думаю, что начинать мы будем с тех стран, которые находятся к нам близко, с которыми у нас имеются общие границы, потому что это очень важно. И давайте посмотрим, какие страны имеют общую границу с Украиной. Ну, во-первых, это Молдова. Румынию мы тоже будем иметь в виду. Это, конечно же, Польша. Это же, конечно, и Венгрия. Страна, хоть она и не является нашим союзником, но нам нужно посмотреть, как дальше будут разворачиваться события. Будет ли Венгрия противостоять нам и будет ли она, как говорится, ставить палки-колеса на голосованиях. Предыдущие расклады по Венгрии показывали, что скоро Венгрию-то кидали шаг права голоса. И она не сможет уже влиять на помощь ЕС Украине. Изменилось ли что-то? В какую сторону? Сейчас мы об этом все узнаем. Итак, центральная карта Украины будет показывать ее, настоящее положение дел и отношение к ней других стран. Как ее воспринимают в мире, как ее воспринимают в мировом пространстве. Итак, мы поставим карту Украины. И я думаю, что нам надо поставить карту нашего президента. Потому что от отношения к президенту тоже складывается отношение к стране. Далее мы пойдем по кругу. Давайте возьмем Молдова. Так, первая. Дальше Румыния. Румыния. Польша. Польша. Венгрия. Венгрия. Чехия. Далее давайте возьмем страну. Давайте возьмем США. Великобритания. Германия. Франция. Япония. Южная Корея. Канада. Швеция. Так, давайте объединим, давайте объединим Балтийские страны, Латвию, Литву и Эстонию в одну карту. Балтийские страны. И давайте посмотрим. Турцию. Так. Турцию. Так, еще какую-то страну мы будем смотреть. Италию, наверное, надо посмотреть. Италию. Италию. Только хотел сказать Италию. Хорошо. Итак, давайте, что нам показывают карты. Первая карта на Украину. И карта на нашего президента. Вот смотрите, на Украину рассматривают как страну мощнейшего потенциала. В Украине видят потенциал. Поэтому союзники готовы поддерживать Украину. И союзники готовы вкладывать в Украину ресурсы. Далее. Как воспринимают нашего президента. Вот тут карта выпадает, которая говорит о том, что они видят какие-то его слабости. Знаете, как будто бы вот человек, мы, допустим, к нему относимся хорошо, но мы видим, что он ранен. И мы понимаем, что человеку требуется время для восстановления. Что каким бы хорошим ни был, он не способен сейчас работать или что-то предпринимать. Вот такое ощущение, что Владимира Зеленского окружающие страны воспринимают как, грубо говоря, такого раненого солдата. Который в чем-то ограничен. И несмотря на то, что они к нему относятся положительно, но почему-то они понимают определенную обусловленность и ограниченность действий его. Давайте вытащим еще одну карту, может быть, она что-то подробнее разъяснит, как солюзники относятся к нашему президенту. Но в целом, смотрите, его готовы приглашать в разные страны. Его готовы видеть у себя в гостях. Его вообще готовы видеть и ездить к нему. То есть в целом даже можно сказать, что его тоже воспринимают в видении будущего. То есть они, очень многие союзники воспринимают его как президента, который еще пойдет на второй срок. То есть с которым можно заключать долгосрочные договора и договариваться долгосрочно как с личностью. Может быть, какая-то часть людей воспринимает его, знаете, как раненого солдата, да, и другая, может быть, часть воспринимает его тоже как человека, с которым они хотят иметь дело. Ну, давайте еще тогда третью карту вытащим. Да, но есть люди, которые категорически уже с ним дело иметь не хотят. Есть и такие товарищи, с которыми у него уже горшки побиты серьезно. И сейчас, когда мы будем открывать карты на страны, я думаю, что, судя по картам стран, мы увидим, с кем у Владимира Зеленского побиты горшки, а какие страны к нам настроены. Хорошо. Итак, первая страна у нас какая была? Первая страна Молдова. Итак, Молдова. Что карта говорит на Молдову? Ой, в Молдове сейчас очень много проблем. И пока что Молдова не может предоставить даже пространство своей страны для того, чтобы на территории Молдовы разместить, например, склады или базы НАТО, или, например, заводы, о которых сейчас пошла речь, о том, что сейчас будут в странных союзниках на границах с Украиной размещать заводы по производству оружия. Вот Молдова не подходит. То есть пространство Молдовы пока что для серьезной помощи Украине закрыто. Нет, в ближайшее время Молдова должна заниматься своими внутренними проблемами, и она может нас поддерживать в политическом поле, но такой какой-то серьезной гуманитарной помощи или военной Молдова не в состоянии нам предоставить. Следующая страна. Следующая страна Румыния. В Румынии сильны очень пророссийские какие-то интересы. И Румыния пока что в таком сметенном состоянии по поводу того, предоставлять ли пространство, например, своей страны для Украины, или же предоставлять военную помощь в большом количестве, потому что на границе с Румынией находится при Днестрове. Ну, по крайней мере, рядом. Если не на границе, то рядом. И, в общем-то, Румыния сейчас думает о своих военных интересах. Поэтому я могу сказать, что в ближайшее время договоров ни с Румынией, ни с Молдавией подписано не будет. Следующая страна? Следующая страна Польша. А вот с Польшей, да. С Польшей идет очень плотное сотрудничество. И это сотрудничество будет касаться в сфере инноваций, какие-то новые эксперименты, трудовая деятельность. Вообще очень много создаваться будет совместного с Польшей. Я вам покажу. Выпадает замечательная карта. Карта Садашевы. Так, кто такой Садашева? Садашева — это медитирующий Шива. Но что делает Шива во время медитации? Когда человек медитирует, он останавливает свой мыслительный поток и погружается в состояние нервикальпы, то есть отсутствие мыслей. А когда медитирует Шива, объясняется так, что все образы, которые возникают в его уме, они сразу же имеют свое отражение в материальном пространстве. И медитирующий Шива — это Шива, создающий мир. А Шива, который открывает свой третий глаз и завершает свою медитацию, это Шива, разрушающий созданный мир. Поэтому пока Шива медитирует, он придумывает много интересного. И вот это много интересного и много придумок будет существовать между Украиной и Польшей. То есть тут союз крепнет, тут союз становится более прочным, интеграция идет трудовая, военная. И я же говорю, очень много будет военных и вообще всяких экспериментов, того, чего раньше вообще не делали. Поэтому тут замечательная карта. Можно сказать, что происходит такое слияние ментальное, физическое, духовное, да? Да. Польша, прекрасно. Дальше следующая страна — Венгрия. Виктор Корбан, как президент этой страны, который постоянно ставит палки в колеса и всячески блокирует. Ой, вообще тут просто даже карта выпадает. Смотрите, карта Шикханди в перевернутой позиции. Ну это те, кто изучают Матрику. Это встреча с оборотнем. На них выпадает карта оборотня. Понимаете? Это человек, вот что бы он ни говорил, что бы он ни заявлял, знаете, он врет всегда. Это человек с таким тройным дном, что там от него правда или чего-то добиться просто невозможно. А следующая у нас страна какая была? Чехия. Чехия. Ну вот с Чехией пока что я не вижу подписания военного союза. Наоборот, тут может возникнуть даже какой-то конфликт. Давайте посмотрим, что дальше идет на Орбана. Ой, его будет преследовать карма. И как уже сказала я в одном из раскладов, их, по всей видимости, лишат и кидая права голоса. Да, да, да. Так, что же касается у нас Чехии? Почему у нас тут разрыв союза? Вот Чехия – это страна номер один на битье горшков с Владимиром Зеленским. То есть есть что-то, чего мы не знаем. Есть какие-то внутренние противоречия. Есть какой-то конфликт или интересов, или понимание ситуации, при котором Чехия сохраняет свою позицию и не идет на уступки, не идет навстречу. Поэтому пока что из тех стран, которые мы с вами просмотрели, пока что Польша – это единственная страна, которая идет на такое плотное, хорошее сотрудничество. С Чехией пока что подписание договоров я не вижу. Тут требуется еще изучение чего-то и требуется интеллектуальный труд. В сторону Чехии требуется подключение интеллекта и серьезных людей, образованных, знающих, которые смогут эту ситуацию с Чехией исправить другую сторону. Следующая страна у нас? Соединенные Штаты Америки. Итак, Америка и Великобритания. Да. Ну вот смотрите, несмотря что Америка заявляет о чем? О том, что они все-таки будут уменьшать поставки и уменьшать помощь Украине. Но тут такие карты выпадают, которые говорят о том, что на то, что рассчитывали, мы от Америки не получим. Как дальше будет развиваться ситуация? Но есть силы в Америке противоборствующие, то есть те силы внутренние, которые поддерживают Украину и понимают, что это крайне важно для Америки самой, и есть силы, которые поддерживают нашего врага. Так вот тут говорится, что все равно силы, поддерживающие Украину, они перевесят. И это будет все видно после выборов. То есть серьезные действия Америки с подписанием договоров с нами, с помощью нам, все это будет осуществляться уже непосредственно после выборов. И все это будет, все это будет успешно. Что происходит в Великобритании? Вот смотрите, они подписали с нами договор, но очень интересно, что тут существует какой-то внутренний конфликт. Существует со стороны Британии очень сильная обеспокоенность, беспокойство на уровне даже паники. Может быть, они не уверены в каких-то действиях нашего правительства, насколько они будут правильными. Давайте посмотрим, с чем связана эта паника. С деньгами? Я думаю так. Я думаю так, что Великобритания сейчас пришлет огромное количество своих и агентов, и работников на территории Украины. Такие, знаете, это будут какие-то даже ищейки, которые нюхом будут что-то вынюхивать, которые будут 100% заниматься коррупцией, особенно коррупцией, связанной с Министерством обороны, потому что эти скандалы жуткие, уже просто даже слышать невозможно все, что там происходит. То есть это подписание, подписание этих документов положило окончанию эпохи коррупции в военной сфере Украины, поскольку Великобритания своих Шерлоков-Холмсов, сыщиков своих, туда к нам отправит, в Киев, и вообще все, что будет поставляться, будет под жесточайшим контролем. Вот. Ну, это к лучшему, потому что это приведет, в принципе, к изменению системы. Так что вот, чем обеспокоена Великобритания, но она уже имеет планы, она уже понимает, какие шаги ей нужно предпринимать и с чем они столкнутся. Следующие страны у нас. Следующая Германия и потом Франция. Ой, вы знаете, замечательно, подписание будет с Германией и подписание будет с Францией. Дальше. У нас какая страна? Подписание гарантии безопасности. Да, гарантии безопасности и помощи. Причем Франция поможет обалдеть как. То есть Франция тут вдруг, так, Макрон станет очень серьезным и отдаст огромное количество ракет, какой-то военной техники. То есть вообще тут на Францию выпадает, карта Калагни, которая говорит о том, что для Украины все, что даст Франция, будет иметь колоссальные значения и большой успех на фронте тем оружием, которое даст Франция. То есть это будет огнестрельное оружие. Калагни – это карта огня. Огня, который, что вы понимали, это кремационный огонь, то есть огонь кремации, который сжигает и превращает в пепел все сущее. То есть этот огонь, который уничтожает, в принципе, все, когда приходит время, ему подняться. То есть вот можно сказать, что у нас есть большие шансы получить какое-то оружие, а именно от Франции, ну, например, которое уничтожит Керченский мост. Было бы неплохо, да. Или выжить что-то очень существенное на территории России. То есть тут Франция выступает в очень хорошем ключе. Да, так что с этими двумя странами у нас точно будет подписан договор. Далее. Если говорить на языке оракула, шри-матрика, это будет калагнициальная поддержка. Точно. Точно. Дальше далекая Япония. Далекая Япония, которая выделяет миллиарды долларов в 23-м году и на 24-й год. Дальше Япония. Токио. Касательно Японии. Тут идет конфликт, знаете, на уровне человеческого эгоизма. Вот кому-то нужно уступить, кому-то нужно немножко подвинуться в своих амбициях. И если это произойдет, то у нас такая идет интеграция мощнейшая с Японией. Японцы будут что-то у нас строить. Японцы будут принимать участие в строительстве, развитии, в технологии, в строительстве жилья, ну, то есть, как бы сказать, каких-то зданий, в строительстве заводов. То есть, если удастся преодолеть этот конфликт, конфликт, может быть, это в какой-то степени культурно-ментальный, да, то есть, вот японцы воспринимают одним способом, а наши люди воспринимают немного другим. Тут нужно найти вот эту тонкую грань, когда происходит взаимное уважение. Культура Японии вся построена на эстетике, на уважении, на, так скажем, глубоком почтении к своему партнеру. Тут вот, если украинская сторона будет испытывать глубокое почтение к своему партнеру, уважение и стремление быть не просто вежливым, а быть тактичным, быть культурным и воспитанным, то, что очень ценят японцы. тогда у нас в Японии будет все просто прекрасно. Так что я могу сказать, что если это преодолеется, то Япония это будет тоже одна из стран, которая подпишет договоры о безопасности Украины. Хорошая новость. Хорошая. Дальше Южная Корея. Да, с Южной Кореей у нас тоже будет договор по безопасности и очень-очень хорошее сотрудничество. Южная Корея поможет нам от чего-то избавиться. Давайте посмотрим от чего. Южная Корея поможет нам избавиться от обстрелов от таких территорий, например, как Харьков. То есть у России есть ракеты, которые их не так много осталось дальнобойных, но есть достаточно много типа С-300, которые прекрасно падают на приграничные города. И они этими ракетами обстреливают всю приграничную область. Там Херсон, Харьков, опять-таки Сумы. И вот нам поможет Южная Корея справиться с этой проблемой. То есть тут нужно сосредоточиться на том, что будет нам дано или какое-то ПВО, какая-то защита, чтобы избежать ранений в прифронтовом пространстве. То есть можно сказать, что она защитит? Да. Да, да. Южная Корея защитит. Благодарю. Так, дальше Канада. С Канадой будет подписание договора. И очень интересно, что будет касательно воды или моря подписание не просто договора, а в нем будут прописаны моменты, связанные с флотом или с морской поддержкой. Это первое. Второе. Канада окажет еще большую поддержку социальную. То есть она будет участвовать в развитии социальных программ на территории нашей страны, она будет участвовать в проведении помощи, в проведении реформ, трансформации именно социального плана. Вообще Канада способна решить огромное количество наших проблем. Этим надо воспользоваться, потому что у нее есть огромный опыт, у нее есть уже готовые решения, у нее есть уже готовые системы. Их нужно просто взять и интегрировать к нам. Если это сделают, то огромное количество проблем в Украине просто исчезнет, если воспримут канадскую систему. Ну и плюс еще украинская диаспора, которая находится в Канаде. большинство. Конечно, конечно. Поэтому на Канаду тоже очень большие надежды. Она очень сильно поможет вообще в изменении жизни Украины. При том, что находится она так далеко от Украины. Ну, сейчас это не имеет никакого значения. Мы все находимся на одной планете, и мы все очень близки на самом деле. Благодарю. Так, давайте пойдем дальше. Швеция. Швеция. Прекрасно. Подписание договора со Швецией очень успешного. Причем этот договор будет как некое исследование, как какая-то ревизия. То есть как будто бы Швеция предложит тоже какие-то инновации и будет произведена ревизия того, что есть. Так, ну давайте посмотрим, в какой сфере это будет. это будет касательно наших военных. Может быть это будет касательно обмундирования, питания наших солдат, их формы, их, например, казарма, их быта. То есть Швеция возьмет на себя заботу об украинском солдате. И будут подписаны серьезные договора, очень долгосрочные со Швецией. То есть вот Швеция еще одна страна. Прекрасно, уже раз, два, три, четыре, пятая, пятая, шестая, шестая, Южная Крылья, седьмая, уже семь стран. Так, мы объединили страны Балтии, это три страны, Латвия, Литва и Эстония. Те, которые находятся в постоянном тоже переживании. Посмотрите, какая замечательная карта, карта Ананда Кали, карта безграничной энергии. Я безмерно вдячна, очень большая благодарность Латвии, Литве, Эстонии и людям этих стран за поддержку Украины. Безмерная энергия оттуда льется и будет литься. Соответственно, без вопросов эти страны тоже будут подписывать с нами договора. Я не знаю, способны ли они гарантировать безопасность и защиту, но какого-то уровня договора подписаны, безусловно, с ними будут. И все это будет очень успешно, сотрудничество с этими тремя балтийскими странами. Прекрасно, благодарю. При том, что подвижки уже начались. Даже последняя новость о том, что из одной из этих стран, не вспомню, какой, был выдворен 82-летний россиянин, из Эстонии, который не хотел учить эстонский язык, продвигал конкретно русские нарративы, что, в принципе, показывает лицо всей эзонации. Благодарю. Так, дальше у нас, я очень надеюсь, что дружительная страна, Турция. Турция и последняя страна у нас какая? Италия. Италия. Замечательно. Самая худшая карта выпадает на Турцию. Турция это страна номер два, с которой у нашего президента побиты горшки. До такой степени, что если мы говорим о побитых горшках, например, с Чехией, ну, Венгрия, то вообще, там никогда ничего хорошего не было пока что. То есть, если мы берем Чехию, где могло произойти охлаждение отношений, то тут конфликт, знаете, ссора, вот как семейная ссора. Вот люди что-то в семье там не договорились, кто-то кого-то обидел, не поделили, да, то какого рода битье горшков с Турцией тут вообще карта смерти, смерти отношений. То есть, те отношения, которые были, они умерли, и с Турцией надо строить новые отношения, на другой позиции, уже на той позиции, которую Украина сейчас стала. А позиции Украины достаточно сильны в настоящий момент. Она усилилась за счет помощи всех этих стран. И те условия, и те договоренности, которые раньше были с Турцией, они уже все похоронены. То есть, сейчас надо будет что-то все делать по новой. Ну, давайте посмотрим, есть ли шансы восстановить отношения с Турцией. Да, прошу. Есть. Шансы есть. Это будет абсолютно новый уровень и новый этап отношений Украина-Турецких. То есть, знаете, как будто вот все, что было подписано, это просто нужно выкинуть и сжечь. То есть, оно уже потеряло актуальность. То есть, все, что было с Турцией до января месяца 24-го года, оно все потеряло актуальность. И сейчас речь идет, тут смотрите, тут идет переезд. То есть, говорит о том, что будут посещать лидеры. Или турецкий лидер приедет в Киев, или наш президент поедет в Турцию. То есть, говорится о перемещении, о, знаете, когда два человека сидят и говорят, а ты это хочешь? А вот это хочешь? То есть, как будто бы они у друг друга стимулируют желания и договорятся о том, как они будут эти желания удовлетворять. Вот хочешь, я для тебя сделаю это, а ты для меня сделаешь это. То есть, идет не просто вопрос переговоров, а такие, как бы, ну, я бы сказала, торги своеобразные. Ну, торги, знаете, завуалированные. Очень, очень такой, по-восточному очень сильно эти торги будут завуалированы. Вообще, мы знаем, что восточные люди, они вообще любят торговаться. Они вообще без отношения, без торговли, ну, как скажем так, в бизнес-пространстве или политическом, они не понимают. То есть, они стопроцентно будут делать ситуацию, когда, ну, они до чего-то доторгуются, к чему-то придут и достаточно хорошему. поэтому Турция, у нее не будет выхода, она также, также станет на сторону поддержки Украины. И, скорее всего, что с Турцией, может быть, не сразу, может быть, попозже. Вот есть страны, с которыми у нас возможно подписание договоров, ну, скажем так, не в феврале месяце. Это вот, например, Япония, это вот, например, Южная Корея, Турция. То есть, вот, вот эти страны, они, им требуется время еще для того, чтобы с Украиной, как бы сказать, так, да, свои отношения еще сделать более тесными, убрать все недоразумения. И то же самое касается, кстати, Чехии. То есть, Чехию тоже можно будет настроить положительно по отношению к нам, но для этого требуется время. А есть страны, которые вот, уже готовы, они уже готовят буквально документы, вот опять-таки, Франция, Германия, что у нас там еще было, Польша. То есть, сейчас мы увидим, ну, Великобритания уже, в Америке все будет после выборов, так что мы сейчас будем видеть вообще до конца января уже будет еще подписание различных договоров. И поддержка будет такого рода, что сейчас будет накапливаться потенциал Украины. Мы не можем говорить о том, что уже все есть и мы можем там пробить фронт. Нет, всего нет. И сейчас потребуется время, чтобы этот потенциал накопить. Но к марту месяцу у Украины появляется очень хорошая платформа. Не только поддержки, но уже присутствие военного потенциала непосредственно в Украине для того, чтобы начать атаки по деоккупации наших территорий. У вас нет предчувствия, что все эти страны объединяются для того, потому, что готовится что-то большое. Третья мировая война возможно в ближайший год, два, три. Потому что объединение таких гигантов это сильно. Дело в том, что Третья мировая уже идет. Мы можем, кстати, в этом контексте еще посмотреть Израиль. Что будет между Израилем и Украиной? Тут идет прощение. Между Израилем и Украиной идет прощение и тоже окончание какого-то периода. Но если между Турцией и Украиной окончание периода, когда все уже вот надо просто все делать заново, то между Израилем и Украиной примерно то же самое, но я бы сказала чуть-чуть получше. Не все так пропало. То есть на что-то Израиль готов простить, на что-то Израиль готов пойти. И Израиль тоже будет открыт. Так что тут хорошая карта выпадает. Я бы еще посмотрела такую страну, знаете, как Арабские Эмираты. В Арабские Эмираты сейчас огромное количество вливания российских денег и огромное количество присутствия русскоязычного населения. Но при этом Арабские Эмираты они в принципе как бы хотят со всеми дружить, потому что они заточены на бизнес. Давайте посмотрим, как истинно Арабские Эмираты рассматривают Украину и готовы ли они предоставлять ей гарантии безопасности и помощь. Да, смотрите, какая замечательная карта. ТВАК. ТВАК – это доспехи, ТВАК – это защита. Мы получим от Арабских Эмиратов защиту. Поэтому я думаю, что вообще расклады очень позитивные. И вы знаете, у нас события, которые описаны в моем ведическом календаре, они вот просто удивительно, вы знаете, я же эти прогнозы делала еще летом, когда мы только планировали этот календарь в печать. И никто не знал о том, что у нас будет меняться закон о мобилизации. А вот если мы откроем прогноз на февраль, то тут прям черным по белому написано, что именно в феврале будут проводиться реформы в армии и переклят системы мобилизации. То есть это говорит о том, что окончательная форма закона по мобилизации будет сформирована в феврале и скорее всего, что в марте его примут. Но будет новая хвыль мобилизации, очень серьезная, которая начнется непосредственно в феврале. Вы видите, и вообще у нас месяц января по моему календарю обозначен как початок успешного шляху, то есть самый успешный месяц года, поскольку он является основой заключения всех контрактов. Вы видите, как много в январе всего изменилось. Главное, что изменилось отношение к Украине, в целом к ее роли и поддержке ее. Поэтому январь, безусловно, самый успешный месяц Украины, который послужит платформой для дальнейшего развития в течение следующего года. Что же касается февраля, февраль – месяц накопления потенциала, и он называется «сила и свобода». То есть мы накапливаем свою силу и чувствуем себя свободными, поскольку вы увидите, что в феврале месяце выйдет какой-то лидер на сцену в Украине, и появится новый лидер или политический, или общественный, который громко будет какие-то заявления делать, и на него обратятся взоры и уши народа Украины. Ну, а что дальше будет в феврале, давайте я не буду читать, потому что пусть это останется интригой, поскольку, во-первых, могут это прочитать люди, у которых есть календарь, его еще можно приобрести на моем сайте. Второе, что совсем скоро с Алексеем мы будем делать передачу прогноз на февраль для Украины и России, не пропустите его, мы это делаем каждый месяц, и предыдущие прогнозы вы можете посмотреть и даже послушав их для себя, понять, что же сбылось и что нет, потому что достаточно большой процент того, что реализуется. Мария, мы упустили страну Италия, которая была в последнем списке, можем еще посмотреть Италию? Италию, вы знаете, я ее не упустила, я как бы открыла карту и очень порадовалась, на Италию выпадает Унмеш. Унмеша – это мудрость. Чем поможет Италия Украине? Она поможет своей мудростью и своей традицией, своей культурой. То есть тут можно говорить о том, что действительно итальянцы, они первые вызываются на реставрацию культурных объектов, которые повреждены. Итальянцы помогают, но их помощь будет больше связана с рождением культурных памятников, с какой-то мудростью, опять-таки, может быть, это передача каких-то технологий. То есть тут идет больше интеллектуальный и гуманитарный коридор с Италией. Что-то уже неплохо. Что-то уже неплохо. Это тоже хорошо. Благодарю. Мария, такой большой прогноз. Боже, больше 10-12, почти 15 стран. И прогноз хороший, прогноз позитивный. Хочется, чтобы он сбылся в таком формате, чтобы в этом году, в 2024 году все эти документы были подписаны и действительно гарантировали Украине безопасность на на самом высоком уровне. В конце нашей беседы хочу, чтобы вы еще напомнили нашим зрителям о своих ретритах, которые в марте, поскольку начинается февраль. Я так понимаю, что это последнее окошко, где можно будет вскочить в последние вагоны и с вами поехать на эти ретриты. Мы обязательно еще увидимся в конце января, в большом прогнозе на февраль. Но для тех, кто упустил, расскажите, как можно попасть к вам на ретриты в марте в Индии. Дорогие друзья, у меня будет прекрасный ретрит, который мы немножко даты сместили. Он начнется с 1 апреля по 15 апреля и пройдет этот ретрит в Раджиастане, в стране королей, в стране в невероятной красоты храмах, страна, полное мест силы. Раджиастан это штат в Индии и в этом штате живет мой гуру индийский по аюрведе. И рядом с его ашрамом мы будем проживать в хорошем резорте и будем изучать аюрведу. Две недели посвящены изучению аюрведы. Люди, которые хотят стать специалистами в аюрведе, которые хотят применять аюрведу для себя, для своих близких или же врачи, которые хотят повысить свою квалификацию, я всех приглашаю с 1 апреля по 15 на этот прекрасный ретрит, где вы получите дипломы, международные сертификаты после прохождения обучения, где вы вообще измените взгляд на этот мир, вы получите понимание, как наш мир устроен, как устроен человек, как исцеляться от болезней, где корень всех болезней. То есть такие серьезные фундаментальные знания, он так и называется, фундаментальная основа аюрведы. Поэтому кто хочет изучать аюрведу, я вас приглашаю, у нас набирается сейчас группа, и я буду рада каждому, кто станет на этот путь. Благодарю. Ссылку можно будет найти в описании под видео, так что, друзья, ищите и меняйте свою жизнь. Мария, я благодарю вас, спасибо вам за разговор, за расклад, такой большой расклад, я думаю, что его можно смело назвать уникальным раскладом, потому что мы делали с вами этот расклад здесь и сейчас, такое большое количество стран, я говорю, что каждый из этих стран смотрит наш канал, поэтому, друзья, напишите, если вы из Канады, Швеции, Латвии, Италии, напишите, нам важно знать, откуда вы нас смотрите. Мария, благодарю вас, искренне буду ждать, с нетерпением, с следующей встречи, с большим прогнозом на февраль, берегите себя, до встречи. С нами на связи была аэровидическая терапевт и практика ракула Шримар Мария Ланг, подписывайтесь на все ее соцсети, также там в описании под видео вы сможете найти ссылку, по которой сможете найти всю детальную информацию о ретрите с Марией Ланг, в общем, можете оставить комментарий, подпишитесь на шоколад, поставьте лайк. Пока что все, это канал People Life, увидимся в следующих выпусках, берегите себя, украинного боевского параметра, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok